Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно опаздывают, а бойцы, которые приходят на тренировки вовремя, в ринге бессмертны. Но есть такие личности в мире боевых искусств, которые остаются бессмертными в памяти и сердцах миллионов людей, благодаря своим фантастическим боям и харизме. Приветствую вас зубодробящие лящи, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самые эпичные и трагичные бои лучшего бойца Муай-Тай в истории среди фарангов, который стал первым иностранцем, признанным в Таиланде лучшим тайбоксером года, легендарного и неповторимого Рамона Деккерса из Голландии по прозвищу Бриллиант или Турбина из Ада. Эта голландская машина для убийства провел 210 поединков, 185 из которых выиграл. Все, что ты делаешь, нужно делать хорошо, даже если совершаешь безумство. А Рамон с первого дня в зале тренировался хорошо и безумно. Свои тренировки будущая легенда начал в 12 лет с дюдо, которым Бриллиант прозанимался пару месяцев, после чего перешел на бокс, куда отходил годик. Ну а в 13 лет Деккерс пришел в зал Муай-Тай, которому и посвятил всю свою последующую жизнь. Наставником таланта стал Кор Хэмерс, который впоследствии воспитал множество чемпионов мира. Но именно с Рамоном он изобрел свою систему тренировок и достиг первых успехов. Уже в 16 лет Турбина из Ада принял участие в своем первом профи-поединке, где сразу можно было определить стиль юного дарования. А победа нокаутом за 2 минуты явно показала, что эта манера боя эффективна. Деккерс много двигался, выбрасывал многоударные комбинации и не боялся идти в обмен, что и стало его визитной карточкой в будущем. Препятствия пугают лишь тогда, когда вы перестаете смотреть на свою цель. Но Бриллиант всегда знал, чего хочет, поэтому в ринге был бесстрашен. В этом же году Рамон провел еще один бой с более габаритным противником, который постоянно лез в клинч. Но Деккерс показал, что может не только наносить адские удары, но и отменно защищаться и бороться, за что и получил победу судейским решением. Женщина никогда не прощает ошибок мужчине, даже ее собственных. Также и противник не прощает ошибок в ринге. Уже через 4 года имя Рамона Деккерса знал весь Таиланд, а ему выпала честь и возможность сразиться за свой первый чемпионский пояс с очень сильным и популярным бойцом, действующим чемпионом Немфаном. В этом поединке Бриллиант показал невероятную силу точных ударов. Как руками, так и ногами. А короткие, но жесткие комбинации каждый раз заставляли Таица задуматься над тем, что он тут делает, и погружаться в мечты про кокосик с трубочкой на берегу океана. А не вот это вот все. Пару нокдаунов. И полное преимущество Рамона принесло ему единогласную победу с иудейским решением и признание европейского муай-тай на традиционной родине. Кем бы ты ни был сейчас, делай все, чтобы завтра быть еще лучше. Именно так поступают настоящие бойцы. Именно так поступал Бриллиант, умирая на каждой тренировке. Тайские издания не могли поверить, что их столь популярный боец, чемпион, полностью уступил европейцу и выглядел довольно бледно, несмотря на свой загар. Поэтому в следующем бою против Рамона вышел еще один чемпион. Местный любимчик-крушитель Черри Вонич. Но Червяк верит в свое могущество, только находясь в серединке яблока. А Деккерс показал Воничу божий свет. Вернее, что такое настоящий жесткий бой. У бедного тайца-чемпиона не было никаких шансов против мощнейших кувалд маленького голландца, который уничтожал противника, пока не нокаутировал. Никогда не стоит искать сложных путей, если есть простая дорога. Конечно, если только эта дорога не усеяна минами. В мире бойцов простых путей вообще не существует, а настоящие тигры всегда ищут проблемы себе на мягкое место. В карьере Деккерса было немало бойцов, которые хотели взять у него реванш, считая проигрыш ли с досадной неудачей. Одним из таких мстителей был Немфан, с которым Рамон провел свой первый чемпионский бой. Мужик реально хотел отомстить в реванше, вновь заполучив чемпионский пояс другого стадиона. В отличие от первого поединка, в этом Рамон очень активно использовал локти, чем причинял тайцу еще больше боли. Зато судьи и зрители увидели красивый бой и убедились, что Турбина из ада понимает суть их единоборства все глубже. Но и Немфан сделал выводы из своего поражения, поэтому в этом бою делал все, чтобы заслужить благосклонность судей и устоять на ногах. А мы-то знаем, что для победы в Таиланде над тайцем нужен или нокаут, или полное превосходство, иначе победы не видать. Как бусеница уверена в своей несокрушимости, сидя в черешне, так и тайцы уверены в себе в родных стенах, что и помогло Немфану одержать победу судейским решением. Окончательное решение женщин редко бывает последним, а вот мощный удар локтем последним бывает очень часто. В следующем поединке Деккерсу пришлось помериться своими новыми навыками ударов локтей с настоящим мастером этого дела Исарой Сангриреном. Таец в отношении боя, как говорится, не мыслил, а замышлял. Он отлично знал про убийственные руки Рамона, поэтому избегал средней дистанции, нанося кики на дальнюю. А как только Бриллиант пытался пробить серию, сразу же затягивал его в клинч, в котором выигрывал. Мужики, как настоящие боевые мамонты, рубились кость в кость все пять раундов, по итогу которых судьи присудили победу Таецу. Чтобы выигрывать, прежде всего нужна смелость, чтобы играть. А чтобы побеждать в боях, нужно немало смелости подняться в ринг, но еще больше ее нужно, чтобы каждый день тренироваться, испытывая боль. Деккерс не делал перерыва в поединках и постоянно выходил против лучших тайцев, преследуя лишь одну цель – доказать всем, что он лучший, и победить всех лучших у них дома. В этот раз ему противостоял Бумчай, очень хороший жесткий боец, который был любимчиком тайцев. Но этот бой проходил в Японии, поэтому зрители были со всего мира, а судьи уже не могли отдать победу своему. Но это не точно. С первых секунд мужики устроили настоящий хардкор и обменивались мощными ударами. Но постепенно перевес в сторону бриллианта становился все более очевидным. Уже в третьем раунде Деккерс просто уничтожал Бумчая своими комбинациями из четырех-пяти мощных ударов, продолжая это делать в последующих раундах. У тайца, кроме как показывать невероятную держалку всех частей тела, по которым прилетали жесткие удары, ничего не выходило. Женская логика гласит, я так решила. А почему я так решила? И я еще не решила. Наверное, именно по такому принципу и действовали судьи в этом бою, так как неизвестно по каким причинам они отдали победу тайцу, чем повергли в шок не только Рамона, уверенного в победе, но и всех зрителей, конечно, кроме тайских. На этой печальной нотке я закончу первую часть, но обязательно в следующем видео продолжу свой рассказ. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам техника Деккерса, или вы в кабаках рубитесь покруче. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok